Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Под прошлым роликом мы собрали полторы тысячи лайков. Давайте в этот раз побьем этот рекорд и в честь нового года сделаем максимальное количество лайков. Поставь лайк на этот видос и твой новый год будет лучше предыдущего. Обязательно это сделай. Но если проигнорируешь, то, конечно, не будет. Поставь лайк, дружище. Ну что, дорогие друзья, оперская Волга начало. И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем сами играть в нашу любимую и замечательную игру МТА Провинция Онлайн. Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Это они. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь что подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое новое следующее видео. В общем, дорогие друзья, как могли понять по названию картинки ролика, сегодня мы действительно будем заниматься нашей Волгой. Под прошлыми видосами можно было поднять и увидеть, что я ее действительно купил абсолютно ржавую, уничтоженную и в ужасном состоянии. Но я за это время успел ее восстановить, поставить на учет, то есть установить на нее номера и сделать ей максимальную полную проверку документов. То есть действительно теперь тачка в полном порядке. Ну а дальше я хотел и я собираюсь это сделать, прокачать ее и сделать из нее действительно настоящую и оперскую тачку. Поэтому сейчас мы отправляемся с вами в тюнинг ателье, где мы из этой ржавой старой желтой Волги мы сделаем пушечную опер стайл, собственно говоря, карету. Но перед этим, конечно же, нужно заправиться. Поэтому, ребята, подъезжаем к колонке и идем заправляться. Поэтому, ребята, обязательно переходите по ссылочке в описании и качайте бесплатную и очень крутую игру на свой компьютер МТА провинцию. Она потянет абсолютно любой компьютер. Даже разницы нет, что у тебя ноутбук, там, не знаю, слабый или мощный ПК. Просто переходи по ссылочке в описании и качай абсолютно бесплатную и очень крутую игру МТА провинция. Если что, я играю на седьмом серваке. Вы можете всегда меня тут найти. Я очень часто катаюсь и буду рад, собственно говоря, поиграть с подписчиками. Поэтому, если что, ссылочка в описании. А также, чтобы сразу получить много денег в игре, смотрите, что вам нужно будет сделать. Когда зашли в игру, вам нужно будет нажать на буковку М английскую на клавиатуре. У вас откроется вот так бац-бац, статистика, бла-бла-бла. Вам нужно будет перейти разделы реферальная система. Далее, собственно говоря, вот тут надо будет внимательно, смотрите, ввести вот этот промокод личитом во вкладочку активировать промокод. И вы получите действительно крутой и очень интересный бонус. Поэтому, ребята, обязательно так и делайте. Ссылочка в описании, качайте, играйте и подключайтесь. Рад вас увидеть в игре. Ну, а мы отправляемся в наш замечательный тюнинг-центр, где мы будем делать из этой Волги пушечную тачку. Давайте для начала дернем ручничка вот так. Опа, красота. Красиво дернули. Все четенько. И можем заезжать вот сюда, в наш тюнинг-ателье. Первым, конечно же, делом, к которому мы приступим, это будет замечательная прогрузка. Вот она прогрузилась. Все супер. Отличненько. Теперь, дорогие друзья, из всего этого нам нужно в первую очередь, конечно же, поменять цвет тачки. Поэтому заходим в покраску и делаем ее. Я не хочу прям делать сильно черный цвет. Я сделаю ее вот такой вот сероватой, вот такой темно-серой. Далее, мы соглашаемся с покупочкой. Покупаем этот серый цвет. Далее, переходим в стайлинг. Ищем тут, собственно говоря, салон. То есть, мы можем сделать блестящие вот такие вот сидения. Они будут прикольные. То есть, у нас все вот эти вот ромбики, они покрасятся все в такой белый цвет, белослежный. Почему бы и нет? Прикольно будет смотреться. Далее, тонировку мы делаем максимально черную. Но практически делаем 90... Собственно говоря, 91%. Вот так вот это будет вообще топ. Смода есть на 91%, кстати, да. И фары, я вот думаю, кстати, поставить ламповые. Хотя нет, будет смотреться круче и не. То есть, вот так уже будет смотреться тачка четко. Посмотрите, что это уже за автомобиль. Но она уже жестко смотрится. Далее, в колесах мы, собственно говоря, можем даже диски не менять. А просто взять их, покрасить в черный цвет. И уже будет смотреться очень брутально, красиво и довольно-таки потрясно. Кстати, можно как бы сюда установить и литые диски. Но тут не особо они будут как-то сильно влиять на что-то. Поэтому вот такой вот особо темный цвет будет также смотреться круто. И это будет, в принципе, так более-менее бюджетненько. Берем базовый пакет тюнинга. Тоже он нам нужен. И я думаю, что управление прокачаем. А после чего прокачаем скорость. И, в принципе, четвертый пакет тюнинга мы оставим, не будем прокачивать. Далее заходим в подвеску. Просто обрезаем в ноль пружины. Делаем вот такую вот полностью Волгу, которая, собственно говоря, полностью занижена. Далее, собственно говоря, можем немножечко задрать передок. И будет смотреться еще намного топово. И посмотрите, что за просто карета. Вот это я понимаю, тачка. Да, бюджетный совсем тюнинг, три стакана. Да, конечно же, лично сказал, да, бюджетно, бюджетно, да, да, да. А по итогу получилось даже очень даже небюджетно. Ну-ка, попробуем посмотреть, что это такое. Ребята, ну просто вспомните в начале ролика, как эта Волга выглядела и как она выглядит сейчас. Ну, как по мне, разница максимальная. Вот то, что было и то, что сейчас, это абсолютно две разные тачки. А по поводу дрифта, блин, да как топовый автомобиль. Просто пушка сейчас получилась у меня. Даже попробуем сейчас прокатиться, посмотреть, что из себя тачка представляет. Да, конечно, скорости не хватает при старте. Ну, ребят, это Волга, как бы, ну не судите строго. Но я думаю, что любители Волги просто заценят этот ролик и кайфанут. Также, ребята, если у вас есть любители Волги, обязательно буду рад кому-нибудь из подписчиков подарить этот автомобиль в конечном итоге. Когда я, в принципе, все сделал, мне наоборот приятно дарить тачке подписчикам. Я это просто обожаю делать. Поэтому, вот такие вот блины. Попробуем, кстати, посмотреть, что она вообще из себя представляет на, собственно говоря, вот этом режиме дрифта. Попробуем немножечко подрифтить. Вот так посмотреть. Опа, опа, опа. Красиво, прикольненько. Довольно-таки замечательно. То есть, в принципе, вот так, опа, как же дрифтить. Прикольно. И мне нравится. И не... Почти, почти, почти. Без каких-либо происшествий. То есть, немножечко я занесло тачку. Но более-менее, да. Ну, кстати, на Волге я дрифтить не умею. Не особо сильно получается. Но я думаю, что в любом случае мы в будущем научимся это делать. И проблем, я уверен, точно не будет. Поэтому, дорогие друзья, я хочу сказать, что, в принципе, на этом все. Если вам ролик понравился, обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте пальчики вверх. Пишите свои крутые комментарии. Кодовое слово в этом ролике пускай будет Оперская Волга. Все, кто напишет слово Оперская Волга, обязательно попадет в мое новое следующее видео. Ну, а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Лич. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем до скорых встреч.